Дорожные планы Грандиозные планы будущих самарских дорог обсудили сегодня в мэрии. В следующем году собираются привести в порядок более 30 уже существующих магистралей и построить новые. Сейчас специалисты работают над проектами. Детали выяснила Марина Матвейшина. Следующий год обещает самарским дорогам большое будущее. Сейчас в департаменте градостроительства кипит работа над проектами реконструкции и строительства городских магистралей. Среди них долгожданные проекты. Заводское шоссе от Авроры до 22-го портсъезда. Две очереди 22-го портсъезда от Солнечной до Московского шоссе и от Карла Маркса до Ставропольской. Продолжение северо-восточной магистрали от Новосадовой до автобусного проезда. Ракитовское шоссе от Московского до Магистральной. Улица Копсевская подъезд к городской поликлинике и новые автодороги жилого района Волгарь. Улица Мичурина первая очередь от проспекта Масленниково до улицы Революционной. И вторая очередь от Революционной до Врубеля. Это будет практически строительство новой дороги. Причем за счет частного государственного партнерства. Сейчас каждый проект в разной степени готовности, в том числе и по прохождению экспертизы. Что касается заводского шоссе и улицы 22-го партсъезда, губернаторам было дано принципиальное согласие о выделении денег. Значит, давайте я переговорю тогда с Николаем Ивановичем. Мы посмотрим, какие деньги в этом году можно будет уже выделить. Есть стойкое понимание, что 7 проектов из 8 перечисленных мы в этом году пройдем. То есть такая вот проблема открытая по Ракитовскому шоссе, потому что обстоятельства, так сказать, непредвиденной силы здесь включились. С стороны подрядчиков. Кроме строительства и реконструкции, на следующий год запланированы комплексный и ремонт картами городских дорог. Адреса уже известны, сейчас они на стадии согласования. Плюс ремонт внутриквартальных территорий. У нас возникнет только проблема по подрядчикам. Сейчас у нас 5 компаний работают в городе. И мы видим, что все равно темпы там не очень высокие. Они неплохие, но хотят бы, конечно, выше. И судя по тому, что сейчас озвучено, так около 5 миллиардов рублей могут быть затраты, если бюджет нам позволит такие дороги строить в таком объеме в 2017 году. И очень хорошенько нужно подумать, кто будет выходить на строительство. В этом году приведут в порядок 73 дороги. По поручению мэра основные работы на городских дорогах должны завершиться к 20 августа. А потому дорожники вынуждены наращивать темпы, не теряя при этом качество. Каждые выходные городские власти проводят контрольные выезды на места дорожного ремонта. Проверяют наличие техники и рабочих на местах. Выполнен ли запланированный на неделю объем. Кроме непосредственной укладки асфальт, дорожники впервые в этом году отвечают за содержание придорожной территории. Именно они должны косить траву и собирать мусор на обочинах, пока дорога не сдана городу. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Угон премиум-класса. Процесс по громкому делу о краже дорогих внедорожников стартовал в Кубшевском районном суде. Подсудимые двое жителей Самары по версии обвинения авто угоняли с помощью хитроумных компьютерных программ, а затем с дипломатическими номерами переправляли машины за границу. Идеальная схема преступления. Так на чем же погорели угонщики, знает Алина Чемерис. В деле об угоне иномарок премиум-класса 14 эпизодов машины увозили прямо из дворов и состоянок в Самаре, Новокуйбышевске, Пензе, Ульяновской и Ростовской областях. Вскрывали автомобили с помощью специального оборудования. Дальше отвозили в гараж, там устанавливали дипломатические номера и спецсигналы. На таких машинах уже можно было передвигаться беспрепятственно. У Виктории Макагон автомобиль угнали прошлым летом. На Лексусе стоимостью в 4,5 миллиона рублей поездить успела год. Где теперь ее машина не знает. Вычислить похитителей в ее случае помогли очевидцы. У нас сосед в подъезде, он видел с балкона, как это происходило. Но, к сожалению, он не понял, что это был угон. То есть он не ожидал такого. Видел, что ходили с ноутбуками вокруг машины. Поднимались к нам на этаж, читывали через дверь, сами вот ключ. Спускались, вот, сели, уехали. В зале суда угонщики прячут лица от камеры на скамье подсудимых Евгений Старчак и Денис Сысоев. Организованная преступная группа угоняла дорогие автомобили с мая по ноябрь прошлого года. Машины перепродавали на территории России и Казахстана. Как правило, интересовали похитителей только новые внедорожники максимальной комплектации, среди которых Toyota Land Cruiser 200 и Lexus 570. Стоимость автомобилей варьируется от 2,5 до 5,5 миллионов рублей. Сгубила угонщиков жадность. Полицейские двоих из них взяли с поличным. Ими оказались жители Куйбышевского района Самары. Главарь преступной группы и еще один соучастник сейчас в розыске. За ними следили, и поэтому несколько составов, несколько эпизодов преступления, они уже были на контроле у сотрудников полиции. Соответственно, на последнем преступлении они были задержаны. Наказания, которые предусмотрены законом за совершение данного преступления, предусмотрены в виде лишения свободы сроком до 10 лет за каждый эпизод преступления. Поясню, что у Старчака это 12 эпизодов совершенного преступления, у Сысоева 7. Свою вину задержанные признали. Им грозит заключение в колониях строгого и особого режимов. Из-за того, что на заседание явились не все потерпевшие, суд решил перенести слушание на 19 августа. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Быстрее, выше, сильнее. Олимпийский девиз звучал в эти выходные на Самарской набережной. В день физкультурника спортсмены решили поддержать российскую сборную в Рио. В итоге получился праздник, который собрал вместе сотни спортсменов и тысячи любителей физкультуры. Олег Зверев тоже приобщился к здоровому образу жизни. Парад атлетов на набережной показывает все, на что способна Самарская область. Королевы плавания, боксы короли, борцы и футболисты. Это, пожалуй, самый массовый праздник физической культуры. Тем более, что нашему спортивному сообществу есть что показать. Официальный старт соревнованием дает министр спорта региона. По его словам, сегодня в Самаре создаются все условия для занятий. Сделано и построено правительством Самарской области 10 бассейнов, 12 ледовых арен, 7 полноразмерных стадионов. Спорт – это успех. Спорт – это преодоление себя. Спорт – это каждый день, когда ты выходишь на тренировку. Каждый день, когда ты преодолеваешь себя на тренировке, ты становишься сильнее, мудрее и увереннее в себе. Праздник открывает захватывающее авиашоу. Самолеты выполняют в небе на Самаре фигуры высшего пилотажа. И одновременно на всех площадках начинаются соревнования. Спортивные клубы региона представляют лучшие атлеты. Константин занимается фехтованием уже 4 года. Он призер всероссийских турниров. Планирует попасть в сборную России. А начиналось все с малого. Не знал, чем себя занять, пока не встретил человека, который указал ему дорогу к успеху. У меня было очень плохое поведение. И родители сказали, вот тренер хороший, и если спортсмены не сделают, будет хоть дисциплина хорошая. Меня туда отдали. Потом я очень сильно вцепился, мне очень сильно понравилось. И вот начал заниматься уже 4 год почти. Ну и как поведение? Поведение нормально стало, дисциплина нормальная. Никаких жалоб нет. Как и у любого спортсмена, у Константина олимпийские амбиции. И с такими же большими надеждами велосипедисты. Они тоже защищают честь своего вида спорта. Лучшими становятся только те, для кого велодорожка – это целая жизнь. Ну это спорт, который он и азартный, и адреналин. Я люблю его, наверное, по большей части, за то, что в нем есть адреналин. Очень увлекает. Вообще велоспорт – это как одна большая семья. В день физкультурника на набережной работали десятки спортивных площадок. И был дан старт еще одному масштабному мероприятию. В Самаре начался фестиваль пляжных видов спорта. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Вокруг света за секунду. Это возможно, когда речь идет не о путешествии, а о футбольном фристайле. Самарский район тоже отметил день физкультурника. Такой экзотический вид спорта был включен в программу впервые. Научиться трюкам с футбольным мячом попробовал и Андрей Горгуленко. Александр – мастер футбольного фристайла. Начал заниматься спортивным искусством всего год назад, когда увидел несколько роликов в интернете. Но уже умеет выполнять сложные трюки. Признается, для успеха важна любая деталь, даже обувь. Мне удобнее набивать, когда площадь поверхности подбива больше, чем у футзальных кроссовок. Если площадь больше, то зацепы делать проще и получаются лучшие трюки. Соревнования по футбольному фристайлу проводились в Самарском районе впервые. Они были частью большого спортивного праздника. Баталии в мини-футболе, стритболе и шахматах объединили жителей самых разных возрастов – от ветеранов спорта до самых юных талантов. Мне кажется, это очень полезно, это привлекает молодежь. Посмотрите, очень много команд, молодые ребята играют в футбол. Просто приятно посмотреть, что молодежь увлекается и с удовольствием занимается спортом. В Самарском районе спортивные состязания проводятся постоянно. Площадка на набережной не пустует ни одного дня. Как обещают представители администрации, расписание соревнований в ближайшие два месяца не изменится. Держать горожан в тонусе будут до середины осени. По-настоящему хотим, чтобы Самарский район стал территорией спорта, жемчужиной спортивного города. В нашем распоряжении потрясающая спортивная площадка на берегу Волги. Сами можете видеть, насколько здесь отличные условия. Свежий воздух, речной. Очень много народу привлекает. Атмосфера на празднике настолько приятная, что и я проникся спортивным духом. Правда, футбольный фристайл я еще освоил не до конца. Но Александр обещал, что он меня всему научит. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других темах дня. ДТП с летальным исходом произошло в субботу на обводном шоссе в Тольятти. Лоб в лоб столкнулись Лада Гранта и Шевроле. В результате пострадали несколько человек, в том числе и дети. Пожилая пассажирка отечественного авто скончалась. Еще одно ДТП тоже в автограде. На пешеходном переходе пьяный водитель сбил мужчину и протащил на капоте молодую женщину на 100 метров. После чего переехал девушку и врезался в другую машину. Пожар в жилом доме произошел в субботу в советском районе Самары на улице Отважная. Пламя охватило квартирные балконы площадью в 10 квадратных метров на четвертом этаже. На место происшествия прибыли 29 пожарных. Они тушили огонь с помощью 8 единиц спецтехники. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются. Из квартиры рядом с парком Дружба на улице Запорожской в Самаре воры вынесли сейф. Преступники сломали оконную решетку и отжали балконное окно. После чего забрали сейф, в котором хранились более миллиона рублей 5000 евро. Узбуждено уголовное дело, подозреваемых пока нет. В связи с реконструкцией московского шоссе меняется схема движения автобусных маршрутов 96 и 210. Сегодня автобусы уже следуют по измененной схеме. Чтобы свести к минимуму неудобства пассажиров общественного транспорта, автобусы будут следовать по улицам Старозагора и Алма-Атинская в обоих направлениях. Кроме того, с 15 августа изменится схема движения 8-го троллейбуса. По просьбам горожан он будет следовать по схеме. Остановка «Завод-экран», затем по проспекту Кирова до остановки улицы Старозагора. В минувшее воскресенье в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает гидрометцентр. Самая высокая температура была зафиксирована в Визенчуке и Кенельчеркассах, выше 38 градусов. Такой жары здесь не было более 50 лет. В областном центре 14 августа побито сразу два рекорда – 36-го и 51-го годов, когда столбик термометра в тени поднимался до отметки в 35 градусов. Весомо, грубо, зримо звучал стих Владимира Маяковского в Самарском литературном музее. Фестиваль «Маяковщина» был организован к 123-летию со дня рождения поэта. По мнению организаторов, певец революции – один из самых ярких поэтов 20-го века, актуален в 21-м. Два дня на фестивальных площадках проводились выставки, мастер-классы, лекции, тематические экскурсии и поэтические концерты. Особое внимание было уделено детской части фестиваля. Для самых маленьких посетителей организовали выставку «Что такое хорошо и что такое плохо». Оформление фестивальной площадки было выполнено в стиле монументальной пропаганды 20-х годов прошлого столетия. Мы живем в принципе в то же самое время авангарда, только спустя 100 лет. Да, все меняется, все хочет измениться, появилось новое искусство. И поэтому мы решили сделать в Самарском литературном музее такой праздник для всех, кто любит Маяковского, для всех, кто хочет его лучше понимать. А вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. Новая жизнь старого дома. В Самаре проверяют качество капремонта многоэтажек. Время освещать мёд Нового года. Православные христиане отметили праздник Первого Спаса. Интрига сохраняется. Кому из уличных художников доверить расписать стены речпорта? На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова